Десна ТВ Сводка криминальных происшествий за неделю Спортсмен подходит к штанге, поднимает ее и вертикально фиксирует в руках В Десногорске прошел турнир по становой тяге Об этих и других новостях подробнее Целью федеральной программы «Земский фельдшер» Значится привлечение кадров среднего медицинского звена для работы в сельской местности Соискатель должен обладать медицинским образованием не ниже среднего и быть не старше 50 лет В случае готовности специалиста переехать для работы в село или небольшой город на пятилетний период Ему полагается единовременная выплата 500 тысяч рублей Эта программа работает и на Смоленщине Губернатор области Алексей Островский проинспектировал состояние фельдшерско-акушерских пунктов Смоленской центральной районной больницы Глава региона выслушал пожелания фельдшеров и дал поручение профильному департаменту Посодействовать в решении текущих вопросов персонала На данный момент для сельского населения в регионе сохранены 484 фельдшерско-акушерских пункта Каждое третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника В этом году знаменательная дата пришлась на 16 июня В преддверии праздника мастерство и труд медицинских работников отметили в торжественной обстановке Подробности далее Торжественное собрание по случаю профессионального праздника Дня медицинского работника Прошло в медико-санитарной части номер 135 Десногорска В актовом зале собрался почти весь персонал, который не был занят в тот момент на рабочем месте Врачи, медсестры, сотрудники хозяйственных и административных подразделений Руководитель медицинского учреждения Алексей Азаренков поблагодарил коллег за совместную работу Во благо здоровья пациентов, а также подвел итоги деятельности за прошедший год Этот год, прошедший, еще раз подчеркиваю, от Дня медицинского работника до Дня медицинского работника Но он стал более-менее стабильным в нашей работе и в финансовом плане, и в общеорганизационном плане В финансовом плане нам удалось погасить кредиторскую задолженность за предыдущие годы Достаточно сложно работать и в текущем моменте, тем не менее, обязательства мы свои выполняем Теплые слова поздравлений сотрудникам больницы звучали от первых лиц города Представители администрации и городских организаций Я хочу передать вам низкий поклон за то, что у вас сегодня не опускаются руки Вы также продолжаете тратить свое время, тратить свою жизнь на помощь людям Низкий поклон от всей моей семьи, от всех моих друзей За ваше терпение, за ваше человеческое отношение к нам За многолетнюю трудовую деятельность в здравоохранении, квалификацию и личный вклад в развитие медико-санитарной части Персонал медицинского учреждения был удостоен наградами и грамотами Также день мероприятия был отмечен и другим событием 14 июня отмечается Всемирный день донора крови Преданные своему делу и профессии служители Гиппократа есть и в Десногорске Медалью за содействие донорскому движению награждается снеговой Анатолий Николаевич Анатолий Николаевич работает в системе здравоохранения более 25 лет А благодаря его таланту организатора ежегодный коллектив отделения переливания крови Выполняет план по заготовке донорского материала на 100% и более Олег Соловьев, Виталий Степанов, Григорий Ширин, Светлана Разганова, Десна ТВ Для эффективного управления плодородием сельскохозяйственных земель предлагается ввести новый документ Паспорт сельхозугодий поможет не только повысить эффективность сельского хозяйства Но и позволит создать карту плодородия земли на территории страны Предполагается, что документ поможет оценивать уровень плодородия почв Что приведет к более эффективному распределению ресурсов при их обработке Оформлять документы на участке предстоит владельцам сельхозугодий, землепользователям и арендаторам Паспорт не потребуется для личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также крестьянских и фермерских хозяйств Сейчас законопроект находится на рассмотрении Минсельхоза О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 120 сообщений о происшествиях Из них 4 сообщения о преступлении Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 98 административных правонарушений В том числе 76 нарушений правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения К ответственности привлечены 2 человека За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек Нарушения льготного отпуска лекарств зафиксированы в 16 российских регионах В некоторых из них специалисты Росздравнадзора выявили несвоевременное лекарственное обеспечение По выписанным льготным лекарствам Подобные нарушения зафиксированы в Брянской, Тверской, Ярославской области, Коми, Адыге, Алтае, Хакасии, Дагестане и в Краснодарском крае Кроме этого, отсутствие контроля со стороны ответственных органов за определением потребностей в лекарственных препаратах Это относится к Тверской и Самарской области, Коми, Адыге, Башкирии, Хакасии, Чукосскому автономному округу В Ульяновской области, например, 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными Проверки были назначены после обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов Ранний президент Владимир Путин заявил, что существующее в настоящее время в России система льготного обеспечения лекарствами является малопродуктивной и не учитывает потребности людей 15 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоялся турнир по становой тяги без использования специальной экипировки В соревнованиях приняли участие как профессиональные, так и начинающие атлеты Подробности в сюжете Турнир по становой тяге в городе проводился впервые Кроме десногорских спортсменов, помериться силой приехали гости из Ярцева, Гагарина и Верхнеднепровска К соревнованиям допускались все участники, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача Наш физспорт не существует в силовой трейборе как пауэрлифтинг Он состоит из трех движений – приседания, жемлежа и становая тяга Но мы решили сделать соревнование по одному движению из этих трех – это по становой тяге Соревнования проводились без специальной экипировки в четыре подхода Допускались только поясные ремни Становая тяга считается культовой дисциплиной среди атлетов, работающих со спортивными снарядами И несмотря на общепринятое мнение о том, что поднимать железо – исключительно мужское занятие Этим видом спорта активно занимаются и девушки Я считаю, что это вид спорта совершенно не женский, но девушки им занимаются Потому что он интересен, он развивает характер, целеустремленность, волю к победе На турнире миниатюрные спортсменки поднимали вес в три раза превышающий их собственный Александра Сизова из Гагарина подняла штангу весом 97,5 килограммов А Ирина Шекина взяла нагрузку 145 килограммов Юный атлет Тимур Дюденков занимается со штангой чуть больше года, но уже сумел добиться больших результатов На турнире Тимур осилил вес 82,5 килограмма Я хочу стать кандидатом в мастера спорта, мастером спорта и выше Для более опытных спортсменов этот турнир стал закреплением ранее достигнутых результатов Максимальный вес на соревнованиях был поднят, это 350 килограмм на соревнованиях на чемпионате Смоленской области Закончились соревнования под ведением итогов Абсолютные победители первенства удостоились кубков А призерам вручили медали и грамоты Первые в городе соревнования по силовой тяге прошли успешно И все участники в очередной раз доказали себе и судейству практически безграничные возможности человеческого тела Биолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Недостаточно бедных россиян будут лишать государственной поддержки Речь идет о согражданах, которые располагают свободной жилплощадью или огородом По мнению Министерства труда, такие люди могут обеспечивать себя сами и не нуждаются в субсидиях государства Предполагаемым законом чиновники хотят простимулировать тех, у кого есть подобная собственность Ведь ее можно продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок Также выплат могут лишиться россияне, которые отказались устраиваться на работу Или развивать собственное пособное хозяйство по условиям социального контракта Помимо этого в поддержке будут отказывать гражданам с терми доходами Критерии для получения соцподдержки 2014 года устанавливают региональные власти Как правило, семья считается малоимущей, если ее среднедушевой доход меньше одного Либо двух прожиточных минимумов, установленных в регионе В октябре планируется принять ГОСТ на новую маркировку продуктов питания Упаковки или этикетки товаров будут помечены зеленым, желтым или красным цветом В зависимости от количества в них соли, сахара или жира Предполагается, что ГОСТ будет действовать на территории стран-участниц Евразийского совета по стандартизации То есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане Новые требования не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом Например, сахар или сливочное масло А также на питьевую воду, пищевые добавки, кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры Красный цвет маркировки будет предназначен для продуктов, в которых нет полезных веществ Желтым будут маркировать продукты с содержанием заменителей того или иного типа Зеленым – полностью натуральные продукты И о погоде 19 июня в Десногорске ясно и солнечно Днем около 26 градусов тепла Ночью столбик термометра покажет плюс 15 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadofistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok